Есть 10 пар карточек, на которых написаны 0, 0, 1, 1, 2, 2 и так далее, 9, 9. Докажите, что их нельзя выложить в ряд таким образом, что между любыми двумя карточками, на которых написано одно и то же, что располагалось бы в точности N карточек. Давайте заодно сделаем так. Скажем карточке 0, 0, 1, 1, 2, 2. Скажите, пожалуйста, еще речь. 0, 0, 1, 1. Не бывает. Понимаете? А играл не бывает. Когда пишешь 0, 0 за синие, то после этого 1 не удается. Так. А здесь? Тоже. Давайте подумаем. 0 за синие будет ряд, чтобы это точно. Поэтому, так, что дальше должно быть? 1. По-моему, тоже предоставляет. Да. Потому что здесь должны быть 2 двойки. И все. Слушайте, а стройки бывают? Мне просто интересно, вообще, когда они бывают? Как возможно? 3, 0, 0, 2, 1, 2, 1. Ура! Слушайте, ребята, ура, ура. Вот здесь вот 2 тройки, да? Здесь 2 двойки, здесь 2 единицы, здесь 2 единицы, здесь 2 единицы. Бывает. Значит, для числа 3 такое бывает. А вот интересно, для 9 бывает или нет? 20 карточек. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 и так далее в 9 единицах. Можно ли их разложить в ряд, чтобы для любого числа N между карточками, на которых написано N, N, располагалось бы в точности N карточек. Задача на доказательство несуществования. Поэтому ее решение будет выглядеть так, что какое-то там число должно быть одновременно четным или нечетным. Надо понять, что это за число. Это просто типичная задача про четность. Почему не получится решить эту задачу методом, там, каких-то, чисто большие, какие-то маленькие? Дело в том, что для тройки я вам показал реальный пример, так? А это значит, что доказать невозможность методом такого прямого анализа, куда какую-то карточку положить, безумно трудно. Там вариантов слишком много. Это не получится. Ребята, именно общее соображение в данном случае помогает. Общее. Вот именно, что что-то там четное, нечетное, вот такое должно быть. Придумайте какую-то величину, которую вы посчитаете, и у нее там с четностью что-то будет не в порядке. Помните, Коля выходил и у каждой латиер взял ее координаты. Был такой свой? И все сразу получилось. Сразу у него все получилось. У каждой карточки есть координаты. В каждой карточке что ли? Есть координаты. Есть номер, место, на котором она стоит. Она плюс n плюс 1. То есть удвоенная ее координата плюс n плюс 1. И подумаем, все получится. Удвоенное неинтересно, потому что это четное число. Удвоенное неинтересно. n плюс 1 интересно. Да, это все. Держи? Итак, пронумеруем. Самая левая карточка будет номер 1, следующая номер 2. Это не числа, которые написаны на карточках, а просто их позиции. Правильно? Да. Отлично. Сумма чисел от 1 до 20 это сумма. Хотите? Именно сумма. Это самый простой способ. 1 плюс 2 плюс 3 и так далее плюс 20. И что это будет такое? Сколько? 210. 210, конечно. 210. Это 10 пар в каждой 21. Сумма четная. Молодец. И что? Смотрите, что здесь происходит с номерами карточек. Вот здесь n карточек. Здесь был какой-то номер k. Скажите, пожалуйста, у этой карточки какой был номер? У этой 2. Неверно? k плюс n плюс 1. k плюс n плюс 1. А теперь расскажите мне, я числу k прибавляю k плюс n плюс 1. Сколько получается? 2 k плюс 1. Замечательно. 2 k это неинтересно. А вот n плюс 1 это очень интересно. У нас карточки были какие? От 0 до 9. Значит, n плюс 1 это будет что? От 1 до 10. Сумма с 55. И вас интересует сумма этих чисел. Чему она равна? 45. Не прав, да? 55. Сумма чисел от 1 до 10 это 55. Вот это вот на четкость повлияние. Спасибо. Я боюсь, что кто-то мог не понять, просто еще раз повторяю. Мы предполагаем, что сумели карточки разложить. Нумеруем их слева направо числами от 1 до 20. Подсчитываем результат. Получилось 210. Потом смотрим на отдельные пары карточек. Вот, например, есть пара карточек, между которыми ровно n штук. На них написано n, n. Отлично. Сумма их номеров имеет такую же четность, как число n плюс 1. Потому что 2k число четное. Понятно? Ну, какие эти числа n плюс 1? Вот они все. 10 вариантов. То есть 55. 55 число н четное.